Здравствуйте! Привет! Здравствуй! Я абитуриент. Вы мне не подскажете, куда можно обратиться, чтобы поподробнее узнать о специальностях университета? Ну, вообще-то эту информацию можно получить либо в приемной комиссии, либо на кафедрах. Ну, ты сейчас находишься в коридоре радиотехнического факультета, и если хочешь, мы можем тебе рассказать про специальности, которые курирует кафедра основ радиотехники. Давайте, это было бы здорово. Тогда давай знакомиться. Сергей. Меня зовут Инна, мы студенты 4-го курса. Будущие радиоинженеры. А я с Женей. Буду к вам поступать в этом году. Идемте? Идем, но немного не то слово. В каком смысле? Мы сейчас переместимся в виртуальную лабораторию, где ты получишь всю необходимую тебе информацию. Итак, приготовились. Просто фантастика! Да, наш ВУЗ готовит специалистов по многим направлениям. Некоторые из них действительно на грани фантастики. Мы же тебе расскажем сегодня о двух специальностях. Это защита информации от несанкционированного доступа и радиотехника. В настоящее время на радиотехническом факультете проводится обучение по востребованным специализациям. Система и сети радиодоступа. Система защиты информации. Профилирующей для этих специализаций является кафедра основ радиотехники. Вы знаете, радиотехника у меня ассоциируется с радиоприемником на стене. Не, на самом деле она прошла огромный путь. От простого радио до современных устройств передачи, приема и обработки информации, без которых невозможно представить себе современное общество. Радиотехника сегодня – это не только беспроводная связь, телевидение и радио. Радиотехнические системы используют для управления движением объектов, управлением технологическими процессами навигации, исследования физики Земли и космоса. Без радиотехники немыслимым медицина, производство, сельское хозяйство, да и любая другая отрасль. И все это изучают студенты? Кафедра основы радиотехники готовит высококлассных специалистов и ученых, которые соответствуют современным требованиям. Будущий радиоинженер изучает основы радиотехники, ее элементную базу, современные радиотехнические приложения. А кроме того, при кафедре созданы две современные компьютерные лаборатории. Нам читаются языки программирования высокого и низкого уровня. Мы изучаем интернет-технологии, компьютерные сети, радиоэлектронные информационные системы, технику защиты информации, информационную безопасность радиосвязи и многое другое. За последние годы на кафедре созданы новые учебные лаборатории, оснащенные современной базой и компьютерной техникой. Лаборатория технических средств защиты информации, лаборатория компьютерного моделирования, лаборатория радиосетей абонентского доступа и радиоуправления, лаборатория радионавигационных систем, лаборатория антенны микроволновой техники. На нашей кафедре студенты получают не только теоретические знания, практический навык работы с современной аппаратурой, методом ее проектирования, но и участвуют в изготовлении лабораторных макетов, выполняют научные исследования. То есть еще на студенческой скамье можно начинать заниматься наукой? Конечно, ведь кафедре уже 60 лет. Да, она имеет богатые научные традиции. Здесь учились, работали и работают специалисты, которые являются гордостью не только университета, но и Украины. При кафедре существует научно-учебный центр основ радиотехники, который известен во всем мире по своим исследованиям атмосферы Земли и метеоров. А ее многоцелевой геофизический комплекс для исследования атмосферы и притока метеорного вещества является национальным достоянием Украины. В честь нашего университета и двух профессоров этой лаборатории, Кащеева и Волощука, названы три малые планеты. В стенах центра и его полевой лаборатории студенты получают хорошую практическую подготовку. Кроме того, группой ученых нашей кафедры ведутся исследования и созданы эффективные алгоритмы и программы расчета ряда типов антенн с нелинейными элементами. При университете создана Украинская национальная ассоциация антенн. Еще при кафедре создана лаборатория спутниковых сетевых технологий, высокоточного местоопределения, где ведутся разработки современных технологий обработки наблюдений и высокоточного местоопределения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем. Для этих целей университетам приобретена GPS-станция, которых, кстати, очень немного в Украине. В настоящее время спутниковые навигационные системы широко используются в управлении движением подвижных объектов, картографии, строительстве, сельском хозяйстве. На базе этой специализированной лаборатории студенты получают необходимые практические навыки. Не думал, что вас изучают такие современные направления науки и техники. И это еще не все. А как тебе такие новые понятия, как танкинговая связь, системы абонентского радиодоступа? Это и многое другое студенты изучают в лаборатории радиосетей, абонентского доступа и радиоуправления, созданной при нашей кафедре. В наше время вопросы защиты предприятий от такого явления, как промышленный шпионаж, приобрели актуальное значение. Обеспечить защиту от утечки информации по техническим каналам и предотвратить проникновение злоумышленника к охраняемой конфиденциальной информации и информации с ограниченным доступом призваны специалисты, работающие в направлении информационной безопасности по специальности системы защиты от несанкционированного доступа. Специалисты в области информационной безопасности занимается вопросами разработки моделей угроз утечки информации, чтобы на ее основе создать систему технической защиты информации, обеспечивающую хранение, предотвращение блокировки и соблюдение целостности информации, а также надежную передачу информации по каналам связи, включая и канал радиосвязи. Если сказать коротко, то специалист по системам защиты от несанкционированного доступа это радиоинженер, обладающий специальными знаниями в области информационной безопасности и компьютерных технологий. Всему этому и обучаются студенты, выбравшие направление информационной безопасности в лаборатории технической защиты информации. А я и не ожидал, что будущие радиоинженеры изучают столько интересного. Не забывай, что кафедра основы радиотехники, являясь профилирующей по классическому направлению радиотехники, зарекомендовала себя фундаментальностью предоставляемого технического образования. Наш вуз по уровню и качеству профессорско-преподавательского состава в области радиотехники один из лучших не только в Украине, но и в СНГ. На кафедре основ радиотехники работает высококвалифицированный коллектив преподавателей и ученых. Среди них 8 докторов наук и 14 доцентов. Коллектив постоянно совершенствует методическое обеспечение учебного процесса, разрабатываются учебные курсы по современным направлениям. За последние годы создан целый ряд прекрасных учебников, которые заняли достойное место в Золотом фонде учебных пособий не только нашего вуза, но и всего государства. Ведущие ученые кафедры были организаторами престижных международных конференций. Наши студенты регулярно участвуют в семинарах, конференциях, олимпиадах, занимая при этом самые высокие места. Их работы не раз отмечались дипломами лауреата. Например, на Всеукраинской олимпиаде по радиотехнике именно студенты нашей специальности заняли первое место, подтвердив тем самым уровень подготовки на нашей кафедре. Наша команда заняла первое место на Всеукраинской олимпиаде по радиотехнике. Победа на любых соревнованиях – это заслуга не одного человека, а всего коллектива. Проучившись три года на радиотехническом факультете, хочется сказать, что коллектив кафедры основ радиотехники состоит из знающих людей, которые способны помочь и научить. У всех такие серьезные лица. Еще бы наши студенты всегда отлично учились и отлично отдыхали. Да, подготовка на нашем факультете всегда велась на высоком профессиональном уровне. Вот посмотри на наших ребят на студенческих концертах. У нас много прекрасных актеров. А еще у нас есть хорошие спортсмены в самых различных видах спорта, которые не раз побеждали на соревнованиях разного рода. В общем, студенческая жизнь бьет ключом. И каждый сможет найти себе дело по душе. А скажите, какие требования к поступающим? Лучше всего тебе об этом расскажет наш заведующий кафедрой профессор Владимир Михайлович Шоколов. На вопрос, кто поступает и как поступает на факультет радиотехники, можно ответить таким образом. Правила приема на специальность радиотехника очень просты. На эту специальность поступит тот, кто любит радиотехнику. Если ты любишь радиотехнику, ты пишешь об этом заявлении. Я люблю радиотехнику. И тебя без экзаменов принимают на факультет. Если ты веришь в чудеса, а эти чудеса совершает радиотехника, ты об этом пишешь заявление, и тебя принимают тоже на факультет радиотехники, на специальное сообщество техники. Потому что факультет радиотехники действительно воспитывает очень чудесных инженеров, которые любят свое дело. Они точно уверены, что когда-то связь была очень плохая. Потом с помощью радио связь стала мобильная. Появился сотовый телефон. Потом сотовый телефон отпал, появился камерафон. Скоро не будет камерафона, будет коммуникатор. Коммуникатор – это устройство, которое объединяет сотовое телевидение, видео, аудио, домашний кинотеатр, мобильная связь, еще интеллектуальный дом. С расстояния можно управлять своим домом, отоплением, приготовлением пищи и так далее. Все это можно сделать с помощью радио. Это чудесная наука, чудесная профессия. Приходите на кафедру «Остановлодетел». Ну что, все? Да, тогда возвращаемся. Спасибо вам, было очень интересно. Ну так ты все понял? Я понял главное. Радиоинженер – это современная профессия. Где у вас тут приемная комиссия? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова